МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 сентября, естественно, наш с вами разговор будет о том, как психологически подготовить ребенка любого, наверное, возраста к 1 сентября, к этому Дню Знаний, и настроить его на весь учебный год. Понятно. Ну, здесь вопрос достаточно трудный, поскольку есть ребята, которые идут в первый класс, есть ребята, которые идут в последующие классы. Вот для детей, для которых школа уже не в новинку, конечно же, психологический настрой здесь особо-то, мне кажется, не нужен, потому что все зависит, в принципе, от личности ребенка, от его семьи, от того, как она его настраивает. Вот ему гораздо проще. А вот то, что касается детей, которые идут первый раз в первый класс, тут уже, конечно, мы можем поговорить поподробнее. Давайте начнем с того, что насколько вот и вообще кому тяжелее, может быть, даже родителям тяжелее, и они начинают напрягать ребенка, либо как-то, не знаю, может быть, дети бывают разные, кому-то нужно общение, или как объяснить человеку, что там надо учиться, а не общаться, как просто в детском саду. Вот здесь очень много вопросов возникает. Ну, неопровержимый факт того, что все проблемы детей – это проблемы родителей, это, во-первых, нужно сказать. Конечно же, родители переживают, наверное, гораздо сильнее, чем ребенок, потому что ребенок, выходя из такого бессознательного, можно сказать, возраста, он этого практически не ощущает. У него, конечно, есть стресс, он переживает за то, что там будет, он не знает, он не в курсе, что такое школа. Может быть, тогда ребенку начать заблаговременно объяснять, что же такое школа, и что там вообще происходит, что это за здание? Может быть, знакомить его с педагогом, или как должно это происходить? Ну, конечно, все это зависит от воображения родителей, на что они пойдут. Можно его отвезти в школу, познакомиться с учителями, посмотреть вообще, что это за школьное здание. Но проще всего, мне кажется, просто устраивать какие-нибудь игры, например. Та же самая игра в школу, вместе с родителями, вместе с друзьями ребенка устраивать такие игры. То есть вместе всем собираться, и чтобы у ребенка сформировалось хотя бы какое-то впечатление, хотя бы какое-то понимание того, что такое школа, что это за процесс. А вообще существует какая-то грань между детьми, которые посещают детский сад, и не посещают? Кто из них лучше привыкает, или все зависит строго от индивидуальности ребенка? Ну, я считаю, что дети, которые не посещали детский сад, в каком-то плане приспосабливаются к школе гораздо лучше, чем те, которые детский сад посещают. Лучше. Потому что, да, потому что у них, мне кажется, больше развит эмоциональный интеллект и возможность взаимодействия с окружающими. То есть она не ограничена каким-то определенным кругом людей, а они адекватнее ведут себя на улице, могут познакомиться, могут что-то спросить, и также знакомиться с детьми на улице, незнакомыми, не по их группе. Но в этом есть и минусы, конечно, что когда ребенок попадает в среду, где определенная группа, определенные требования, и он понимает, что куда я попал. Это все, наверное, зависит от дисциплины, которую он не получает, да, дома? Ну, конечно, от дисциплины тоже зависит. Конечно. Мы сейчас, в принципе, с вами развеяли такой миф, четкое понятие родителя, что ребенок, ходя в детский сад, да, он знакомится с коллективом, и он просто вливается в школьный коллектив. Это так? Ну, с какой-то стороны, да, с какой-то стороны это проще, но мне кажется, это нельзя говорить с точностью до 100%, поскольку все так или иначе индивидуально. Вот, и ребенок, который пришел из детского сада, ну, не факт, что он может взаимодействовать в школе. Может быть, она ему вообще не понравится. Потому что детский сад – это одно дело. Там дети играют, у них определенные занятия, да, вот дошкольные занятия и школьные уроки, они же отличаются в корне. Еще, кстати, к школьным занятиям. Есть гиперактивные дети, которым, вот как им объяснить, что надо сидеть вот 40 минут, 45 минут урока, а не 5 минут, 10 минут, как занимаются вот с малышами. Хорошо, но есть простой способ проверить это, да, вот если все родители знают, что школьный урок длится 30-40 минут, и, в принципе, можно последить за ребенком, дать ему какое-то задание, сможет он это время просидеть один или нет. Если он не сможет просидеть это время, то, конечно, его нужно корректировать. Его нужно корректировать, ну, может быть, с какой-то стороны даже заставлять, чтобы потом его каким-то образом поощрять, да. А детям гиперактивным, конечно, с ними нужно позаниматься, все-таки направить. Это лучше, наверное, сходить к психологу, да, и как-то больше… Ну, можно сходить к психологу, да, можно, чем больше ты с ребенком занимаешься, тем больше он впитывает. И еще такой вопрос, очень много родителей встают перед таким вопросом, когда ребенок должен идти в школу, отдавать его все-таки в 6,5 лет или в 7,5 лет. Одни считают, что ребенок теряет целый год, ему нечем заняться, он мог бы, скажем так, с пользой его провести, другие просто жалеют малыша, как все-таки правильнее. Ну, возраст на самом деле критический. 6-7 лет – это кризис 7 лет, он в возрастной психологии так и называется. В этот период дети уже устают от игр, то есть и игр, и прочих радостей дошкольной жизни им уже не хватает, им нужна какая-то новая информация, новые знания об окружающем мире. Поэтому, в принципе, различия в один год особо не меняют. Но в 7,5 лет он уже достаточно более сформирован, чем в 6,5. Я считаю, что в 7,5 – самое время. Ну, все-таки очень много зависит от родителей, естественно, потому что малыш пока сам не может определить, что и как делать. Безусловно. Насколько важна психологическая поддержка родителей? Как не переступить ту грань, чтобы суперсильно опекать ребенка? Потому что бывает же, что ребенка в первый класс вводят месяц, с ребенком сидят на уроках. Вот как не переступить эту черту и выбрать золотую середину? Хорошо. Ну, золотая середина – вообще вопрос очень сложный, потому что это все тоже очень индивидуально. Ну, вот вы сказали число месяц, да, количество времени. Вот, мне кажется, не надо его долго так вводить в школу за ручку, поскольку двух-трех недель хватит времени для того, чтобы он запомнил дорогу. А потом его нужно потихонечку отпускать от себя, чтобы он сам начинал взаимодействовать с детьми, встречаться, вместе ходить в школу. Ну, вот существуют какие-то, скажем так, базовые критерии, по которым можно родителю понять, что ребенок готов, ребенок не будет переживать психологический стресс. Вот по поведению ребенка как можно понять, что он действительно спокойно пойдет в школу без всяких проблем? Ну, да, здесь есть четыре таких базовых критерия. Это социальная готовность, интеллектуальная готовность, эмоциональная готовность и мотивационная готовность. То есть социальная готовность – это вот, как мы уже говорили о том, насколько человек может вести себя с чужими людьми. Да, начинать контактировать с ними. Вот, эмоциональная готовность – это… Как бы вам это объяснить? Наверное, когда человек может проявлять свои чувства и ощущения, да, не закрываться, я правильно понимаю? Ну, да, 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 хорошо. Когда он начинает привыкать к смене деятельности, например, адекватно, то есть к ней относиться, адекватно выражать свои эмоции, реагировать на критику. Чтобы, да, потому что малыши в основном, конечно, там слезы и крики, плачут и все такое прочее. Вот, еще можно сказать об интеллектуальной готовности. Интеллектуальная готовность – это достаточный уровень развития внимания, логического, абстрактно-логического мышления, памяти. Вот, о внимании мы уже говорили, да, что там про урок 45 минут. Вот, ну, память, в принципе, можно легко проверить. Например, задаешь ребенку 10 слов, если он отвечает с первого раза, там, 5 или 6, то, в принципе, его память достаточно развита. Логическое, абстрактно-логическое мышление тоже можно легко проверить. Это способность классифицировать предметы, там, например, хвойные деревья к хвойным деревьям, да, там, лиственные к лиственным. Вот, абстрактно-логическое мышление проверяется с способностью собирать из кубиков какие-то фигурки. Вот, также рисовать. Естественно, да, это было. Мотивационная готовность, она к моменту поступления в школу у ребенка должно быть сформировано положительное отношение все-таки к учителю, к самому процессу обучения, чтобы он, в принципе, понимал, для чего он туда идет. Вот, ну, конечно, тяжеловато для детей в таком возрасте понять все окончательно, то есть до конца окончательно понимать, что такое школа, для чего я туда иду. Ну, приблизительно. Ну, это придет, наверное, со временем. Со временем, конечно. И тогда, наверное, такой у нас эфир подходит к концу, да, какой-то такой вот базовый совет уже даже применительно к родителям не только первоклассников, но и всех школьников. На что, прежде всего, обратить внимание и как понять, что ребенок получил какую-то психологическую травму. Возможно, может быть, у него там проблемы в коллективе, проблемы с педагогом, ему психологически дискомфортно. Первые какие-то сигналы, на которые надо обращать внимание. Ну, это обычно проявляется в замкнутости. То есть мы вот с вами, к сожалению, поговорили еще о том, о самооценке ребенка. То есть это тоже очень важная вещь. Высокая и низкая самооценка. У дошкольников она обычно высокая. Но это, в принципе, нормально для их возраста. Но ребенок уже в 7-6 лет должен адекватно оценивать себя, критику со стороны окружающих, реагировать на нее, понимать, что правильно, что неправильно. А если ребенок, если вы видите, что он начинает замыкаться в себе, начинает не выполнять уроки, может быть, даже и с первого класса начинает прогуливать в школу, как-то себя не так ведет в классе, не занимается там, учитель на него жалуется, конечно, стоит обратить внимание на это. Потому что, возможно, все-таки причина и в учителях. Так что самое главное все-таки прислушиваться к своему ребенку и присматриваться и прислушиваться, скорее всего. Обязательно, потому что, ну, поскольку этот возраст кризисный, поэтому здесь нужна поддержка. Но с ней борщить нельзя. В общем, любить, но не перелюбить, да? Да. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Алексей Игоревич Кирпичников, медицинский психолог клинической больницы 172 ФМБ России. Спасибо большое вам за беседу, за советы. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»